Здравствуйте! Я как председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов от фонда рабочей академии сегодня расскажу самый легкий способ как создать свой профессиональный союз или профсоюз поступают одни и те же вопросы и вот первый вопрос ну как же нам создать профсоюз это очень просто берем три человека собираются это три человека и говорят что да мы создаем сейчас профсоюз и все это заносит в протокол выбирают председателя выбирают его зама ну допустим инспектора по охране труда выбирают кассира и вот профсоюз готов заполняется два протокола выбирается устав какой-нибудь обычный типовой все это заносится протокол протокол в двух экземплярах на всякий случай ну можно в трех случаи бывают разные все подписываются все профсоюз готов возможно я что-то не учел давайте спросим у профессора по экономике и права у президента фонда рабочей академии у попова михаил васильевич михаил васильевич что нужно для создания профсоюза если вы не создали профсоюз не создали его и не вступили в него хотя создать профсоюз очень легко вы собрали инициативную группу не менее трех человек проголосовали за создание профсоюза он уже есть избрали председателя вот по три человека один председатель другой заместитель третий казначей установили какую-то сумму взносов или процент от зарплаты или фиксированы какой вы считаете нужны нет ограничений типовой протокол учредительного собрания профсоюза я прикреплю к этому ролику и второй самый часто встречающийся вопрос кому же мы теперь подчиняемся ну и следуя из федерального закона номер десять никому вы не подчиняетесь ни работодателю ни органам исполнительной власти в своем регионе городе вы самостоятельные единицы для того чтобы одна вас не оказывалось никакого давления и вы осуществляли свободно свою деятельность соответственно третий вопрос какой же принимать устав да принимайте любой устав какой нравится наберите типовой устав профсоюзной организации в поисковике там вылезет куча вариантов скачаете какой-нибудь из них раскроете посмотрите что вам подходит что не подходит что не подходит смело выбрасывайте и принимаете этот устав если в течение своей деятельности этот устав вам что-то там не понравится вы можете собрать профсоюзное собрание или конференцию и на этой конференции решить что вы вносите изменения в устав это сделайте когда хотите потому что вы никому не подчиняетесь в это самая организация которая регулирует в том числе и устав там еще такая есть сноска обычно что толкование устава это все делает комитет вашего профсоюза то есть толкование вот написано и вы конкретный толкуете что вы имеете там в виду не кто-то там что-то прочитал и понял а вот то что вы имели в виду когда вот это вот конкретно записывали устав вот такая вещь четвертый вопрос который спрашивают нужно ли же где-то регистрировать ответ не нужно то не подписался еще за профсоюз и вопрос обсудили вот документ здесь подходите подпишитесь документ не уносите никуда во время перерыва мы создали профсоюз это было ну мне кажется очень серьезное решение которое поможет нам дальнейшем отстаивать свои права ну и естественно сейчас в этой ситуации правильно позиционировать себя позиционировать нас и добиться в общем решения важных вопросов ну и наверное к тому что мы его создали хочется пригласить курьеров работников организации озон в других регионах охватывается в принципе вся страна пригласить вступать в наш профсоюз пригласить к обсуждению важных для нас вопросов и совместному отстаиванию своих прав была попытка сказать о том что вы не зарегистрированы юридически и вы не имеете никаких прав как профсоюз но тем не менее ну мне как мне показалось нас начали слышать вот так вот грузила работодатель новый профсоюз который создали на зоне в городе санкт-петербурге если вы еще в своем регионе не присоединились к профсоюзу озон который в петербурге уже отвоевал то что хотели они отвоевать в рамках существующего профсоюза то присоединяйтесь а мы уточним у профессора экономики и права михаила васильевича попова нужно ли где-то регистрироваться михаил васильевич скажите как есть вот по нашему трудогонному законодательству надо ли регистрировать профсоюз регистрировали обязаны нету такого почитайте закон о профсоюзах нет нам обязанности регистрировать профсоюза потому что там начинается канитель значит открытие счета в банке значит налоговая инспекция будет вас проверять поскольку вы будете значит это в этом счет банки иметь Вы будете иметь такое преимущество, как быть истцом и ответчиком в суде. Вам хочется быть ответчиком в суде? Если хочется, то можете регистрировать свой профсоюз. То есть, общественное объединение, которое не зарегистрировано, оно ничего не теряет, кроме того, что оно не является истцом и ответчиком в суде. И оно не является… Вы через суд все равно ничего не добьетесь. В трудовых отношениях суды малую роль играют. Здесь все решает вопрос объединения, борьбы, коллективных трудовых споров, включая право на забастовку. Пятый вопрос. Сколько и кому платить? Ответ – нисколько и никому. Вы профсоюзная организация, вы никому не подчиняетесь, вы сами определяете, сколько будут членские взносы. Соответственно, сделайте 50-100, чтобы было всегда на бумагу. На эти деньги сделайте себе печать, корочки, например, инспектора труда. Другой вопрос. Если вы решили влиться в более большой профсоюз, какой-нибудь межрегиональный или общероссийский, то вам тогда придется принять их устав. Вы уже будете считаться первичной профсоюзной организацией. И там в уставе у них будет прописано, сколько у них перечисляется с первичных профсоюзных организаций в центр. Но если вы никому не примыкаете и никому не подчиняетесь, соответственно, это чисто ваше право. Сколько и когда собирать? Шестой вопрос. Это надо ли уведомлять работодателя? Да, уведомлять работодателя надо, но опять же, когда? Можно его уведомить, когда профсоюз окрепнет, либо есть люди, которые не боятся никакого работодателя, никакого давления, потому что надо сразу определиться, что как только появляется на предприятии независимый профсоюз, то работодатель воспринимает это как личную обиду. И администрация принимает кучу всяких вариантов, чтобы избавиться от этого профсоюза. Поэтому, если вы не чувствуете в себе уверенности, если не накопили еще силы, не надо никого ставить в известность. Поработайте пока над формированием своей профсоюзной организации. Попробуйте пожить, так сказать, в подполье. И рано или поздно все равно придется уведомить работодателя, но вы уже будете слаженной командой и на тот момент, скорее всего, будете знать, что делать. Седьмой вопрос. Чем же заняться вновь образованному профсоюзу? Как построить свою деятельность? Ну, первое, что надо делать, это, естественно, проводить собрание раз в месяц. Надо завести вот такую огромную тетрадку и под протокол писать каждое собрание. В этом протоколе, соответственно, отмечать, кого вы приняли в свой профсоюз. И в повестке должно быть обязательно, что вы сделали за прошедший месяц, какие у вас планы есть, что не сделали, почему не сделали, кто ответственный, это дисциплинирует, это повышает тонус в профсоюзе. Естественно, написать план на месяц, на квартал, на полгода, на год вперед и понимать, что вы будете делать. Естественно, надо начинать со сбора информации. Вы должны собрать информацию, что за предприятие у вас, сколько человек работает. Вы должны полностью знать все о своем предприятии, найти свой коллективный договор, если он на предприятии есть, найти карты SOT, которые, опять же, если они у вас есть, в своих рабочих мест, найти свои обязанности, ну и всю другую дополнительную информацию, которую найдете. И собрав эту информацию, вы составите требования. Требования будут заключать в себя, что надо изменить в существующем коллективном договоре, либо лучше составить проект своего родного коллективного прогрессивного договора, где будет улучшение для вас, защита вас. И вы будете ходить с этим проектом по предприятию, приглашать людей в профсоюз, бороться за этот коллективный, за ваш проект коллективного договора, чтобы он стал не проектом, а реальностью, конкретным коллективным договором. Как это делали авиадиспетчеры, как это делали докеры, как сейчас делают это медики в Пензе, они сейчас защищают свой медицинский прогрессивный коллективный договор. Есть другой вариант, когда ситуация развивается так быстро, что ничего нету, ни профсоюза, ничего, и вот она уже забастовка, и не знаете, что делать. И я вам скажу, что делать даже в такие моменты. Первое, это надо создать свой профсоюз. Второе, массово вступить в этот профсоюз. Третье, с помощью этого профсоюза написать коллективный договор, там будет 300 ваших требований, и защитить этот коллективный договор. А вот такая нехитрая азбука создания профсоюза, то есть собираются минимум три человека, можно больше, лучше больше, пишут протокол учреждения своего профессионального союза, принимают устав, и вот уже есть организация, которая разрабатывает проект своего коллективного договора, ведет агитацию за него на предприятии, принимают в ходе забастовочной, может быть, даже борьбы, как самым эффективным способом. Забастовка нам разрешена Конституцией и Трудовым кодексом Российской Федерации, и остается один из самых часто встречающих вопросов. Он звучит так. А если что-то будет? Что будет, товарищи? Надо проявить волю. Право вам дано законом, а вам осталось найти эту волю у себя где-то и проявить. То есть проявить волю и взять свои права, которые закреплены в Конституции и в Трудовом кодексе Российской Федерации. Ну, также в законе о профсоюзах. Закон о профсоюзах 50 страниц, надеюсь, вы ее осилите. Трудовой кодекс Российской Федерации, не знаю, там страниц 200, тоже можно быстро осилить. Ну и спросим, опять же, у Михаила Васильевича, у профессора экономики и права, есть ли у нас такое право организовывать самостоятельно профессиональные союзы. Государство в этой же статье провозглашает обеспечение права работников на объединение для защиты своих прав и интересов. Причем это право и для работников, и для работодателей есть. Работодатели это право используют, а если работники не используют, они получают некоторый минус для своей работы, для успехов в своей борьбе. Включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них. Ну, если вы не создали профсоюз, не создали его и не вступили в него. Хотя создать профсоюз очень легко. Вы собрали инициативную группу не менее трех человек. Прогласовали за создание профсоюза. Он уже есть. Так что есть такое право. Проявляйте волю и берите свои права. Ну и будьте здоровы. А пока, пока.